Всем огромный привет! Те, кто со мной еще не знаком, меня зовут Лиля, и я рада вас приветствовать на своем канале. Те, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подпишись, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Хочу с вами поделиться своими покупочками, которые я совершила совсем недавно, и я думаю, что вам будут интересны такие видео. Покупки будут косметические, а также покупки обуви. И первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот летние босоножечки. У них такой цвет, я не знаю даже как сказать, очень интересный, мне кажется, что больше на розовое золото похож. Они совершенно обычные, на плоском ходу, такая немного тракторная у них подошва. И данные босоножечки я покупала в магазине Твоё. Кстати, сейчас там очень много скидок на разные босоножки, шлёпанцы, разные кедики, кроссовочки. В общем, очень хорошие скидки, поэтому тот, кто еще себе не успел чего-то приобрести, то можете смело поехать туда и посмотреть. Много разных расцветок, много разных форм, поэтому я думаю, для себя вы что-то подберете. Тем более, там сейчас очень хорошие скидки, просто огромные. Поэтому я думаю, что обязательно съездите, посмотрите. Вот такие вот босоножечки. У нас, к сожалению, лето уже как бы заканчивается. Очень странная погода, холодно, но как-то вроде бы опять немножко потеплеет. Поэтому я думаю, что я их поношу еще в этом сезоне. Если же нет, то в следующем году обязательно буду носить. Они такие удобные. Мне кажется, где-то быстро бегать, либо где-то быстро ходить будет очень даже супер. Следующая моя покупка, это вот такие вот макосинчики. Они черные и здесь вот с такими вот блесточками, такими крупными. Вот так вот они выглядят сами по себе. Очень мягкие, очень легкие. Это такой уже более осенний вариант. Как раз вот на сейчас погоду, которая у нас. У нас сейчас холодно, дождь. Поэтому я думаю, что вот такие вот макосинчики очень удобно на такую погоду. Они такие забавные, милые, мне очень понравились. Поэтому я решила их взять. Так, и последняя моя покупка из обуви. Это тоже вот такие вот черные, но уже слепончики. Они безумно мягкие. Вот здесь вот полностью все мягкое. Ноге очень комфортно, очень удобно. Я их уже успела поносить. Здесь вот у них вот такая вот ребристая подошва. И я не знаю, в них, наверное, чувствуется, как будто бы ты в тапочках, либо в каких-то чешках. Очень удобная, очень классная. Где-то ходить, бегать, гулять. Очень супер. Я в последнее время обожаю вот такую вот обувь. И они мне как-то запали в душу. И я решила себе прикупить что-то новенькое на осень. Так, с покупкой обуви мы закончили. Это были мои такие небольшие покупочки. И дальше я вам хочу показать косметику. Так, и первое, чем хочу с вами поделиться, это вот такой вот большой бутлей. Просто огромный. От Нивея. Это гель уход для душа, увлажнения и забота для всей семьи. С ценным маслом миндаля. Здесь вот такой большой объем. Это 750 мл. Я вообще обожаю гели для душа Нивея. Это, наверное, самое мое любимое. Здесь, я так понимаю, будет, наверное, легкий аромат миндаля. Что очень-очень вкусно и приятно. Я обожаю запах миндаля. И гели для душа Нивея. Мои, наверное, самые фавориты. Я от них просто схожу с ума. Они настолько увлажняют кожу. Они настолько ее делают бархатистой, мягкой. Что после них даже не нужно наносить никакой крем. Это для меня очень такой весомый аргумент. Потому что у нас качество воды оставляет желать лучшего. Поэтому всегда кожа сухая, пересушенная. А вот с этими гелями для душа, ну, это просто что-то с чем-то. Вот. Так что была вот такая вот большая упаковка. 25% даже написано бесплатно. Было на хорошей скидке. И я, конечно же, поддалась и прикупила себе вот такую вот бутлю. Надеюсь, что нам хватит надолго. Так как мы любим этот гель для душа в Ти семьей. Дальше вам хочу показать таких два продуктика для волос. Здесь Эльце Флориаль и Пантин. Здесь у меня для волос нуждающихся в питании. И здесь интенсивное восстановление без утяжеления. Это спрей. Здесь двухфазный. Вот его так нужно сболтать перед применением. И здесь вот такой вот двойной эликсир. Пахнут, кстати, безумно классно. Что тот, что тот. Буду пробовать. Обязательно вам потом расскажу в своих пустых баночках, как они у меня. Дальше моя не менее классная покупка. Это молочко для тела от Ив Роше. С очень классным ароматом. Миндаль флердоранж. Боже, я когда понюхала его, просто в него влюбилась. Я обычно покупаю запах кокоса. Например, запах ванили. Вот. А это очень такой необычный. Я даже не знаю, как отписать. Миндаль вот и с чем-то еще таким интересным. Он меня просто покорил. И вот я решила себе взять именно вот такое вот молочко. Так. И в подарок к этому мне подарили два вот таких вот пробничков Ив Роше. Два кремика. Еще не пробовала. Буду смотреть. Пробую тестировать, как они. Тоже вам все расскажу потом в своих пустых баночках. И еще я прикупила себе вот такую вот малышку. Это водичка. Несколько нот любви. Здесь 5 мл. И такой, в принципе, приятный аромат. Хотела с него попробовать. Если мне понравится, то, может быть, приобрету в полноразмерном варианте. Вот здесь такая малышка. Очень удобно с собой брать куда-то в поездке, либо в сумочке. Будем, в общем, тестировать, пробовать, как оно. Так, дальше, что я вам хочу показать. Так, также два продуктика для волос. Это нашумевший сухой шампунь от Батист. Вот такой вот большой здесь 200 мл. И вот такой вот маленький здесь 50 мл. Так, это у меня с фруктовым ароматом. А это у меня тропический. Блин, я от него в восторге. Я теперь понимаю, восторг многих девушек, что действительно, это шампунь просто бомба, наверное. Что-то с чем-то. Мне он безумно нравится. После него невероятный аромат, невероятный объем. И он действительно убирает вот какой-то лишний жир из волос, из кожи. И делает их более свежими. Вот этот вот шампунь я покупала. И была очень хорошая акция. Вот эту вот малышку мне подарили в подарок, что очень-очень приятно. Вот, в общем, будем пробовать. У меня такого и такого аромата не было. Ну, что-то новенькое, интересное. Будем пробовать, потому что я, батист, просто обожаю. И получить такой подарок было очень даже кстати. Вот такой вот спрей для тела я себе прикупила от H&M. Здесь с ароматом арбуза. Очень классно пахнет. Такой, как бы, не сильно ядреный, не сильно насыщенный. Очень легкий ароматик. И, мне кажется, на коже, на теле будет очень даже супер и приятно. Будем тоже пробовать, все тестировать, все обязательно, потом вам все расскажу. Так, немножко моих покупочек для глаз. Первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот тнюшки от Maybelline Color Tattoo. И вот они в таком классном цвете. Мне как-то он понравился. Ну, такой необычный. Он немножко голубо-перламутрово-фиолетовый. Что-то вот такое вот между этим. Очень классно. Буду, в общем, пробовать, пользоваться и потом вам тоже все-все-все расскажу. Купила себе еще вот такую вот палеточку теней. Здесь четыре цвета от Clorans в оттенке 0,1, я так понимаю. Да, в оттеночке 0,1. Вот так вот это все выглядит. Здесь такая вот брошюрка была. Как правильно наносить, куда какой оттеночек. Вот, с двух сторон. Здесь такой у него бархатно-красный чехольчик. Очень красивый, очень приятный такой. Выглядит очень дорого. Здесь такая металлическая золотистая упаковочка. Вот. И да, оттеночек 0,1. И здесь вот так это все открывается. Здесь зеркальце. Вот такие вот четыре классных, таких, мне кажется, повседневных оттеночка. Здесь зеркальце. Маленькая такая кисточка-спонжик. И вот такие вот четыре нейтральных, мне кажется, оттеночка. Очень-очень даже ничего. Еще не пользовалась. Тоже буду все пробовать и обязательно с вами делиться. Давно себе хотела приобрести вот такую вот румяшку от NYX. В оттеночке, в нашумевшем даже, я бы сказала, оттеночке. Итак, очень классно для контуринга. Это такой холодно-коричневый тон без какой-то рыжины. Я давно их очень хотела. И вот, наконец-таки, они у меня появились. Я очень-очень довольна. В ближайшее время буду пробовать. И, мне кажется, я стану довольна и ни капли не разочаруюсь. Очень классный оттенок. Безумно ходовой. И сравнительно недорогая цена для таких вот классных румяшек. Здесь у меня осталось несколько продуктиков для губ. И первое, что я вам хочу показать, это вот такие вот две помадки от Luxe Visage Glam Lock. У меня в оттеночке 201 Bali и 210 Saint-Tropez. Сейчас вам покажу поближе. Вот этот вот оттеночек, это 210, это Saint-Tropez. И вот этот вот оттеночек коричневый, это 201 Bali. Вот вам поближе, думаю, видно. Безумно классная помада. Я уже ей пользовалась. Очень-очень довольна. Стоит бюджетно. И за такое качество, мне кажется, очень даже супер. Она такая... Она не матовая и не глянцевая. Она такая больше лаковая. На губах ложится очень мягко, очень комфортно. Никуда не съезжает, никуда не скатывается. Не забивается в складочки. Не оставляет вот такой вот белой полоски вот на губах. Очень классно носится. И, мне кажется, безумно хорошо увлажняет. Вот, поэтому этой покупочкой я очень довольна. Возможно, себе приобрету каких-то еще несколько оттеночков. Также из своих белорусских любимых два оттеночка от моих безумно любимых помад. Матовых помад от RELUY. Серия комплименты. Вот десятый оттеночек у меня уже был. Я ее очень-очень люблю. И вот таких вот два я себе еще приобрела. Это оттеночек 11 и 15. Я не знаю, это просто помада, это просто бомба. За такие деньги действительно у нее очень хорошее качество. Мне кажется, она посоревновалась бы даже с более дорогими именно матовыми помадами. Потому что она носится очень классно, очень мягко ложится. Никуда не скатывается, губы не сушит. Выдерживает легкий перекус и при этом остается на губах. Это действительно вау, что-то с чем-то. Очень классная помадка. Действительно, тот, кто еще не знаком. Вот с этими белорусскими фаворитами я вам просто настоятельно рекомендую попробовать. Большая у них палитра оттенков. Мне кажется, любой найдет себе тот, что ему понравится по душе. И я думаю, что вы будете очень довольны. Потому что сравнить цену и качество это действительно что-то вау с чем-то. Вот это мой любимый десятый оттеночек. Смотрится просто божественно. Пахнут они, кстати, карамелькой. Очень это чувствуется на губах. Мне очень нравится. Вот такой вот классный нюдовый оттеночек. Это десятый. Очень, кстати, ходовой. Давайте я вам покажу следующий. Это оттеночек номер 11. Он более такой коричневый, более такой натуральный. Тоже очень классный. Классно смотрится на губах. Вот это оттеночек номер 11. Тоже очень красивый. Тоже его очень люблю. И последнее, что у меня есть. Это оттеночек номер 15. Он более такой уже насыщенный, более яркий. Немножко уходит в красноту. Это вот такой вот. Вот последний оттеночек. Вот таких вот три оттеночка у меня есть. Мой любимый фаворит. Это, конечно, десятый. И вот этот коричневый 11 я тоже очень полюбила. Вот, по качеству они совершенно все одинаковые. Пахнут тоже все одинаково. Очень классно ложатся. Я просто от них в большом восторге. Поэтому я, наверное, вам могу рассказывать о них и рассказывать, рассказывать. В общем, всем рекомендую попробовать обязательно. Потому что стоят они бюджетно. А качество у них просто вау. И последняя моя покупочка. Это тоже была белорусская помадка от Luxe Visage Pin Up. У них есть в стиках вот таких вот, как Reluie. Вот. Но мне, честно, не очень нравились они в стиках. Они немножко сушат губы. То есть вот это вот не сравнится просто с Pin Up. Вот эти вот намного лучше. А здесь именно вот в таком вот формате. В формате помадки. Это тоже матовые помады. Тот, кто еще и любит, кому они не надоели. Я не и наслышана. Но единственное, что я еще не успела их попробовать. У меня в оттеночке 504. Это Cara. Здесь такой немножко фруктовый, мне кажется, аромат. Такой вот коричневый оттеночек. Очень, мне кажется, тоже нейтральным. И вот так вот это выглядит. Очень красивый такой нют-нют. Я люблю такие оттенки. Буду, в общем, тестить. Они и наслышаны. Но сама еще не пробовала. Обязательно с вами потом поделюсь, расскажу. У них, кстати, тоже очень много выбора цветов, оттенков. Я тоже, кажется, что на любой вкус, на любой цвет вы там сможете найти. И стоят они, кстати, тоже очень бюджетно и недорого. Мне кажется, любой сможет себе их позволить. Ну вот, это были все мои покупочки, которыми я хотела с вами поделиться. Спасибо, что были это время со мной. Обязательно подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить выход моих новых видео. Оставляйте свои комментарии. И всем спасибо за просмотр. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok